С информации об оперативной обстановке в Чистопольском районе началось традиционное утреннее совещание руководителей предприятий города. Так, на прошлой неделе наблюдался незначительный рост зарегистрированных преступлений. Среди них кражи, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, грабежи, факты подделки денежных купюр. Раскрыто 8 ранее совершенных преступлений. Не обошлось прошедшие 7 дней и бездорожно-транспортных происшествий. В 42 ДТП 3 человека получили травмы различной степени тяжести. Совершено два наезда на пешеходов, в одном из которых есть погибший. Против одного нарушителя правил дорожного движения возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Зашла речь на традиционной планерке об итогах республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу», в которой активно участие приняли более 50 предприятий и учреждений Чистополя, а также депутаты различных уровней. В рамках этой акции ранцы получили 410 юных чистопольцев. Это дети из малообеспеченных, многодетных и приемных семей. Кроме портфеля, благотворители дарили канцелярские товары, спортивную и школьную формы и многое другое. Благодаря неравнодушным чистопольцам в рамках акции «Помоги собраться в школу» удалось оказать помощь более чем на 1 миллион рублей. Были проинформированы участники совещаний и о ходе уборочных работ. На сегодняшний день в большинстве хозяйствах района они практически завершены. Продолжается заготовка кормов и производится обработка почвы для посева озимых культур. Продолжение следует... Продолжение следует...